Всем привет! Меня зовут Боржан, я учитель биологии. И сегодня мы с вами поговорим о тех методах, которые мы можем использовать для того, чтобы проверять различные параметры популяции живых организмов в окружающей среде. Соответственно, одним из основных параметров, который важен для человека, это именно численность организмов в определенной популяции. И для этого мы можем проводить, например, абсолютный подсчет организмов, если это возможно. Конечно, это самый лучший метод, то есть мы точно будем знать, сколько организмов имеется в определенной популяции, но с дикими животными, особенно теми, кто передвигается, очень сложно сделать вот этот абсолютный подсчет. Поэтому имеются специальные методы статистики, которые позволяют нам примерно определить размер популяции, отловив только небольшую часть организмов в этой популяции. И сегодня мы с вами рассмотрим два из таких метода. Самый первый метод был разработан Петерсеном и он называется методом мечения и повторного отлова. Принцип состоит в том, что у нас мы хотим определить параметр n, то есть это у нас общее количество особей в популяции. Но всех, соответственно, особей мы поймать из этой популяции не можем, то есть подсчитать не можем, поэтому мы делаем первичный отлов, то есть это у нас параметр m, то есть ловим какую-то небольшую часть особей в этой популяции и ставим на них метки. Притом вот эти метки, они не должны никак влиять на выживаемость этих особей и делать какую-то преференцию при вторичном отлове. То есть мы делаем такие метки, которые мы заметили бы, если бы мы во второй раз их поймали. То есть это у нас первичный отлов, то есть и мы ставим их метки. Теперь мы отпускаем особей, которые мы поймали обратно в окружающую среду, то есть на территории обитания этой популяции. Теперь нам надо, необходимо, то есть получается, чтобы вот эти особи, они перемешались со всеми остальными. И во второй раз, когда мы их поймаем, то есть мы делаем вторичный отлов. То есть мы берем опять же особи, которых мы поймаем в первый раз, то есть они не будут меченые. И будут те меченые, которые мы уже ловили. То есть они будут как раз той группой r, параметром r, которые были пойманы во второй раз. Соответственно, мы берем такую вот логику. То есть у нас получается соотношение тех, которые мы поймали в первый раз, получается общему размеру популяции, будет равно параметру, то есть тех, количеству тех особей, которые мы поймали во второй раз, да, то есть и они уже мечены, да, то есть пойманные два раза, к размеру вторичного отлова. Соответственно, то есть выводя эту формулу, мы получаем у нас получается m умноженное на c деленное на r. То есть если рассмотрим это на простом примере, скажем, мы в первый раз поймали, например, скажем, у нас параметр r, скажем, 100 особей, мы их пометили, выпустили. Во второй раз мы поймали, например, ну давайте также 100 особей. Среди них у нас будет тех, которые были пойманы во второй раз, уже меченые, они будут, например, составлять, скажем, 20, да. Соотношение, соответственно, у нас выходит, то есть размер популяции, исходя из этих параметров, у нас выходит, то есть у нас 100 умноженное на 100 и деленное на 20. И у нас выходит размер популяции 500. То есть это примерная величина, которую мы, соответственно, с помощью которой мы можем определить размер этой популяции. Для того, чтобы этот метод, как бы, результат соответствовал реальному положению, да, то есть необходимо много различных параметров. То есть популяции не должно быть миграции, да, то есть, например, особи не должны мигрировать между популяциями, то есть, например, мы поймали, пометили, они взяли в другую популяцию, убежали. Плюс во второй раз, когда мы поймаем, то есть временной промежуток между двумя отловами должен быть менее, чем время для, необходимо для появления нового поколения. То есть, получается, если мы поймали, а там еще новое поколение появилось, то уже размер популяции увеличился. Соответственно, как бы, наши вот эти параметры, уже формула уже не подходит. Также обязательно, чтобы те особи, которых мы поймали в первый раз, они перемешались со всеми остальными, то есть должна быть обязательно случайная выборка. И при вторичном отлове, когда мы ловим, да, то есть особей, мы не должны акцентировать на то, что вот тело вот имеет метку или нет. То есть, опять же, при отлове должно быть вот случайный отлов, то есть без каких-либо выборочных параметров. То есть, исходя из этих всех, то есть мы примерно можем рассчитать размер популяции живых организмов в дикой природе. Второй метод, который мы сегодня с вами рассмотрим, это метод Келкера. Данный метод используется для определения размеров популяции, если, например, скажем, в этой популяции элиминируются особи по какому-то признаку. Особенно, если, скажем, на, там, например, скажем, мы ведем охоту, да, то есть на какой-то вид животных, да, то есть или, скажем, птиц, и, соответственно, там какой-то ведется преференция. Например, скажем, тех, которые имеют, там, крупные рога среди оленей, либо там же, там, самцы или самки. То есть, если рассмотрим этот пример, у нас имеется заказник, в котором периодически проводится охота на фазанов. Теперь, для того, чтобы определить размер популяции фазанов в этом заказнике, притом охота ведется, в основном, скажем, например, на более крупную птицу, которая является, например, самцами. То есть, у нас здесь параметр, скажем, это x, это самцы, да, то есть это вот какой-то признак, по которому мы разделяем, и y, это у нас самки, да, то есть фазанов. Теперь, до проведения охоты, то есть, до начала охотничьего сезона, отловили 1400 фазанов, среди которых у нас получается, например, 600 – это самцы. Да. А теперь, это до охоты, то есть, параметр до, и получается, после охоты, также провели, соответственно, проверку, то есть, отобрали 2000 фазанов, среди которых у нас было теперь уже 200 самцов. А по результатам охоты было, в общем, то есть, убито, да, то есть, например, скажем, у нас имеется 8000 самцов и, соответственно, 500 самок. Соответственно, самцы, потому что они крупнее, они являются более, как бы, выгодной добычей, да, то есть, для охотников. Теперь, соответственно, исходя из вот этих параметров, как мы можем рассчитать размер популяции до и после охоты? То есть, мы как раз можем использовать формулу Келкера, да, то есть, которая идет вот таким вот образом. Для начала нам нужно вычислить вот эти параметры, то есть, соотношение самцов до охоты и после охоты, то есть, это у нас P1 и P2, это у нас получается 600 на 1400, что у нас будет равно 0,429. И, соответственно, здесь у нас 200 на 2000, соотношение у нас будет 0,1. Далее мы учитываем вот эти параметры, то есть, насколько уменьшилась популяция, да, то есть, в данном случае у нас параметр RX, это будет 8000, который показывает нам то, что вот мы ведем отбор же по самцам, то есть, самцов становится меньше, то есть, мы их уничтожаем. И самок, это у нас RY, тех, которые, как бы, отбор против них идет менее. Теперь, общее изменение популяции у нас будет, соответственно, общее количество, сколько особей было убито, то есть, RX плюс RY, это у нас будет минус 8500, да, то есть, 8500 особей всего исчезло. И теперь мы уже используем формулу Келкера. Теперь параметр N, это доохоты, то есть, размер популяции доохоты у нас высчитывается таким путем, что RX минус P2 умноженное на R деленное на P2 минус P1. То есть, подставляя значение, то есть, у нас RX, это минус 8000, да, соответственно, параметр P2, это у нас 0,1, параметр R, это у нас минус 8500, и, соответственно, P2, это у нас 0,1 минус 0,429. И, то есть, когда мы подводим всю эту формулу вычислений, у нас выходит 21761 особь до охоты. То есть, используем вот этой формулой, да, то есть, используем вот этой статистики до и после отбора, да, то есть, мы, получается, можем посчитать, сколько особей было в этой популяции до охоты, после охоты, так как у нас, в общем, погибло 8500 особей, соответственно, у нас после охоты это параметр N2, то есть, это у нас N1, то есть, популяция до охоты минус сколько было, то есть, уничтожено в ходе охоты, соответственно, это у нас будет, то есть, 21761 минус 8500 будет 13261. То есть, вот такой вот метод позволяет нам определять размеры популяции, если, особенно для, например, промысловых, да, то есть, на которые ведется охота, либо же там ведется какой-то естественный отбор, что там особи с каким-то параметром выживают менее, либо, наоборот, имеют более такой высокий параметр выживания. Сегодня мы с вами разобрали два метода статистического анализа размеров популяции, с помощью которых мы можем определить количество особей в популяции диких животных, да, то есть, ну, и других живых организмов. На этом у меня все, я с вами прощаюсь до следующего видеоурока, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok